Взаимовыгодное сотрудничество на ближайшие пять лет. Администрация округа подписала соглашение с нефтяной компанией «Лукойл». В его основе – дальнейшая деятельность недропользователя на территории округа и партнерство в социально-экономической сфере. Это касается строительства современной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и реализации новых благотворительных проектов. Сотрудничество Нинецкого округа с компанией «Лукойл» длится уже более 15 лет. За это время с нефтяниками был подписан не один договор о партнерстве. Компания-недропользователь ежегодно участвует в социально-экономическом развитии региона. При поддержке недропользователей было построено несколько социально значимых объектов. В сентябре этого года компания стала спонсором первого арктического фестиваля «Дни высокой музыки». Новое соглашение, подписанное с одной стороны губернатором Игорем Кошиным и президентом «Лукойла» Вагитом Олег Первым, с другой – новый шаг продуктивных взаимоотношений. Нефтяная компания намерена ежегодно инвестировать в разработку месторождений порядка 35-40 миллиардов рублей, а это существенное вливание в окружную казну. Те основные фонды, которые создаются здесь, на территории округа, и вводятся в эксплуатацию, как я сказал, 35-40 миллиардов, это, конечно, увеличение налогооблагаемой базы. Значительное увеличение ежегодно идет в бюджет округа, средства, которые платит компания «Лукойл», являющаяся сегодня крупнейшим налогоплательщиком на территории округа. Поэтому все взаимно связаны, взаимные интересы. Игорь Кошин отметил, что для округа важны не только инвестиционные планы компании. Многолетний опыт в создании эффективной инфраструктуры, которой накопили нефтяники за долгие годы работы в разных уголках Крайнего Севера, бесценен и незаменим для нашего региона. Для нас очень важно, что мы получаем возможность не только дополнительную какую-то социальную помощь на развитие нашей территории, мы имеем возможность получать еще технологии, потому что мы прекрасно понимаем, что многие вещи у нефтяников, у крупных компаний получаются гораздо лучше, гораздо эффективнее, гораздо качественнее. Поэтому наша задача еще взять тот опыт в строительстве объектов, в строительстве инфраструктуры, в строительстве транспортной инфраструктуры. Соглашение о сотрудничестве подписано на пять лет. Это дает возможность региону прогнозировать налоговое поступление, а вместе с теми расходы на социально-экономическое развитие региона. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Россия и Ненецкий округ готовятся ко Дню моржа. Отмечают его 24 ноября. В конце последнего месяца осени ластоногие покидают Арктическое побережье и отправляются на зимовку в более теплые места. В это время животные особенно уязвимы и нуждаются в защите. С помощью праздника представители Всемирного фонда дикой природы стараются привлечь внимание общества к проблемам арктической фауны. День моржа – праздник прежде всего экологический. Изменение климата, сокращение площади ледяного покрова и вторжение людей на территорию обитания моржей – все это ведет к массовой гибели ластоногих и заставляет защитников природы бить тревогу. Атлантический подвид уже внесен в Красную книгу России и Ненецкого округа. Именно поэтому День моржа отмечают и в нашем регионе. 21 ноября Ненецкий краеведческий музей совместно с Советом по морским лекопитающим и Всемирным фондом дикой природы России откроет выставку, посвященную жизни уникальных редких и охраняемых животных Арктики. На ней будут представлены фотографии ведущих экспертов Совета по морским лекопитающим, а также фильм об атлантических моржах острова Вайгач. Выставка будет представлена в Ненецком краеведческом музее до конца новогодних праздников. Выставка будет называться «Его зовут Тевтей» или «Рассказ о моржах». Тевтей в переводе с ненецкого «Морж». Эта выставка будет посвящена моржам и приурочена она к празднику День моржа. Менее одного месяца остается у 11-классников российских школ на подготовку к сочинению. Оно теперь обязательное и является допуском к единому госэкзамену. Рособранадзор сообщает, что за сочинение можно получить зачет, либо незачет. Проверить себя будущие выпускники и выпускники прошлых лет смогут уже 3 декабря. На что нужно сделать упор? Об этом нашему телеканалу в интервью рассказала исполняющая обязанности начальника окружного управления образования, молодежной политики и спорта Леана Храпова. При написании сочинения необходимо заметить, что есть основные принципы, которые не должны настораживать и беспокоить родителей, будущих выпускников. Это касается того, что выпускники, ребята, будут писать непосредственно у себя в школах. Что оценка — это зачет, не зачет. Они могут пользоваться орфографическим словарем. Будут оцениваться критерием вообще оценивания. Будет не грамотность при написании сочинения, а уровень зрелости выпускника. И, безусловно, будет возможность у выпускника пересдать сочинение. Это 4 февраля и 6 мая. Писать, ребята, будут 235 минут. В дальнейшем написание сочинения позволит при поступлении в профильный ВУЗ, позволит им получить дополнительные баллы от 0 до 10. И поэтому вот это новшество, которое появилось введено в сочинении, хотелось бы еще раз акцентировать внимание родителей на то, чтобы они не переживали. Это абсолютно новое мероприятие. Мы думаем, что все достойно справимся. Перед тем, как написать сочинение, выпускникам предоставят возможность опробовать свои силы на практике. 20 ноября пройдет репетиция сочинения. Написать его предстоит всем, за исключением выпускников прошлых лет, которым при поступлении в ВУЗы не потребуется русский язык или литература. Подать заявку на написание сочинения можно уже сейчас. Их принимают до 15 ноября по адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Итак, предоставить заявление необходимо в Ненецкий региональный центр развития образования. Он расположен на Учейского, 14, Сокольный этаж. Вход со стороны бывшей 4-й школы. Если у вас возникли вопросы, на них готовы ответить специалисты окружного управления образования. Телефоны 432-74 и 430-39. Напомню, тот, кто получит незачет, сможет переписать свою работу. А если попытка снова окажется неудачной, написать сочинение разрешать только через год. Без итогового сочинения допуск к ЕГЭ невозможен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красота – капризная вещь. Но любой ее каприз исполнит. Всем известный Парадис. Салон красоты Парадис. Косметологические и эстетические процедуры для лица и тела. Маникюр, педикюр, различные виды массажа. Профессиональная косметика. Подарочные сертификаты. Постоянным клиентам скидки. А также ежемесячные акции. Прием ведет врач-косметолог-дерматолог. Салон красоты Парадис. Полярная 25А. 8 911 652 71 60.